Андрей Суганяк, начальник строительного участка, показывает площадку и делится грандиозными планами с нашей съемочной группой. Сегодня это место в Куйбышевском районе своими большими котлованами напоминает скорее планету Марс. Но уже к концу года площадку будет не узнать. Масштабы работ и правда космические. Здесь появится бассейн, возведенный по уникальному проекту, аналогов которому в стране Андрей, строитель с 20-летним стажем, подобрать не может. Здесь чаша будет не на колоннах висеть. То бишь здесь под чашей будет еще помещение. Чаша сама будет не на земле, а именно в воздухе будет. И под ним еще будет 3,5 метра высотой. Единственный бассейн, который был построен на территории района в 1977 году, пришел в плачевное состояние еще в начале нулевых. В 2005 его закрыли. Это одна из острейших проблем нашего района. Наверное, порядка 10 лет уже жители просто с просьбами, даже уже, наверное, с требованиями во все инстанции обращаются, говоря о том, что бассейн очень нужен. И вот наконец-то, наконец-то действительно огромное дело для жителей нашего района. Строительные работы стартовали. Жители Куйбышевского района обратились за помощью к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Удалось привлечь финансирование более 200 миллионов рублей. И в начале этого лета рабочие приступили к стройке. Конечно, мы советовали с людьми о том, какой проект выбрать, насколько дороже. Ну, с метражом понятно, есть олимпийские стандарты. Мне думается, что тот проект, который в конечном счете был взят за основу, он действительно устраивает подавляющее большинство людей. Бассейн здесь появится не самый, как бы это правильно так сказать, обычный типовой. Это будет действительно украшение района. В новом бассейне будет шесть дорожек и одна трибуна. Комплекс оборудуют и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Компания-подрядчик должна возвести здание, обустроить его изнутри и благоустроить прилегающую территорию. Строители обещают закончить все работы уже к началу следующего года. Мария Левина, Николай Сидоров, События.